Приветствую вас на канале Техно Ченнел. Сегодня расскажу про доступный 50-дюймовый телевизор от компании Harper, модель U770 TS. С момента выпуска этой линейки она стала довольно популярной в бюджетном сегменте и получила немало отличных отзывов. Вот и наступило время, когда свой отзыв могу оставить о телевизоре и я. Поехали! Дизайн нашего героя соответствует всем современным телевизорам. Это 50-дюймовый экран с тонким обрамлением. Монолитная рамка обрамляющей экран. Изготовлена из черного пластика с зеркально-гладкой поверхностью и без покрытия. Рамки вокруг экрана довольно узкие, почти как в топовых моделях мировых производителей. Нижняя рамка традиционно чуть шире. На ней посередине есть накладка из прозрачного пластика. Она прикрывает инфракрасный приемник, пульта дистанционного управления, там же механический выключатель. Всего одна кнопка. Ей можно управлять базовыми настройками телевизора без пульта. При желании телевизор можно смонтировать на стену. На тыльной стороне есть совместимые крепления 200х200. Это я и сделал. Кстати, пару слов об этом. К телевизору я докупил кронштейн-харпер TVFW55. Это универсальные настенные крепления для LCD и LED-телевизоров, рассчитанное на нагрузку до 30 кг. Он совместим с телевизорами, имеющими отверстие для крепления по стандарту VECA до 400 мм. К ним как раз подходят телевизоры с диагональю от 17 до 55 дюймов. Корпус по нынешним меркам не самый тонкий. Самая широкая его часть составляет 88 мм. Обусловлено это использованием тыловой подсветки DirectLED, у которой светодиоды размещены не по краям экрана, как у EdgeLED, а по всей его площади. Это позволяет добиться более равномерной и качественной подсветки, но закономерно чуть утолщает корпус. Теперь пройдемся по интерфейсам снизу вверх. Разъем для подключения кабеля. Выше расположился цифровой аудиовыход. Далее три разъема HDMI, два комбинированных USB, разъем для антенны, разъем для подключения LNB, входной композитный разъем аудиовидео и слот расширения CI. С подключением устройств вряд ли возникнут проблемы. Разъемы тут практически на все случаи жизни. От классических тюльпанов до современных HDMI. Интернет можно подключить как по Wi-Fi, так и кабелям. Bluetooth пригодится не только для управления через пульт, но и для работы с наушниками. Чтобы сохранить невысокий ценник, производитель отказался от ресурсоемких улучшайзеров и снабдил телевизор только самым необходимым. Но на матрице экономить не стал. Здесь она очень качественная, VA с разрешением 4К. Благодаря VA матрице изображение получается контрастным и насыщенным. Цветопередача естественная. Цветовой охват соответствует пространству sRGB. Углы обзора, как для выполненной по этой технологии панели, очень хорошие. При взгляде сбоку проявляется типичное для VA высветление теней. Изображение чуть сереет и несколько теряет яркость и насыщенность цветов. Однако критичных искажений картинки не наблюдается, даже при большом отклонении в сторону. Есть поддержка HDR10. Он преобразует свечение пикселей и позволяет им отображать на несколько миллионов оттенков больше, чем в стандартном диапазоне телевизоров SDR. Пиковая яркость, контрастность и цветопередача при активации HDR10 будет выше. Контент будет смотреться реалистично. На самом деле, качество за такую цену отличное. Хорошие тени, блики, прорисовка, баланс контрастности и все это в 4К разрешении. Технология MEMC делает изображение плавным и детализированным, дорисовывая недостающие кадры. Что касается яркости, задекларированных 330 нит не хватает разве что при прямом попадании солнечных лучей. Пользователям доступно как предустановленные режимы изображения, такие как четкое, стандартный, спорт, фильмы, персональный и кино. Если не хватает насыщенности, яркости и так далее, все это можно настроить в настройках под себя. В телевизоре Harper отсутствует функция, ориентированная на геймеров и специальный игровой режим. Однако для обычных геймеров времени отлика на консолях должно быть достаточно. Его минимальное значение составляет 8 миллисекунд. Теперь перейдем к пульту. Он выполнен по классической схеме, что явно порадует любителей эфирных каналов. Также джойстик, кнопки быстрого доступа к некоторым сервисам, отдельная кнопка вызова голосового ассистента, традиционные клавиши громкости и управление плеером. Конечно, стоит отметить наличие микрофона. Какая сейчас погода в Москве? Вот что мне удалось найти. Благодаря микрофону можно подать практически любую команду Google Ассистенту. И далее телевизор сделает всю работу за нас. И это очень удобно. Мне нравится, что не нужно, например, в Ютубе, каждый раз вводить текст вручную. В Harper установлен четырехъядерный ARM Cortex A53 и 2 гигабайта оперативной памяти. По моему опыту, это как раз минимальный джетельменский набор для современного умного телевизора. По факту интерфейс работает плавно. Некоторые приложения грузятся дольше, чем ожидаешь. Но все же тормозным телевизор не назовешь. Внутренняя память 16 гигабайт. Опять-таки, накопительный, безразмерный. Но даже для тех, кто пользуется большим количеством приложений, его хватит. Что нужно знать о смарте? Это Google TV 10-й версии. По сути, это Android. А Google TV – оболочка, которая оптимизирована для работы с пультом управления. Потому что все приложения, что на Android, что на Google – это приложения, которые оптимизированы под работу с пультом. Потому что у него есть голосовой поиск, а ищет он по приложению Google. Интерфейс Android TV стандартный, без визуальных изменений от производителя. Меню поиска наверху – голосовой и текстовый. Системное меню в правом верхнем углу. Ниже список избранных приложений. И лента рекомендованного контента в различных стриминговых сервисах. При желании пользователь может отредактировать содержимое главного экрана, убрав или добавив те или иные сервисы. Список предустановленных приложений довольно скромен, но это скорее плюс, чем минус. По крайней мере, здесь нет кучи онлайн-сервисов, из которых пользуются, как правило, только одним. В двух словах также скажу, что сюда можно установить любое Android-приложение через АПК. Например, скачав его на компьютере и вставив сюда флешку. Либо через встроенный магазин Google Play. А с помощью Chromecast на большой экран можно отправить и сам экран смартфона. Транслирует таким образом контент из любых приложений. Что насчет звучания? Harper оснащена акустической системой со звуком 2.0. Система состоит из двух широкополосных динамиков общей мощностью 16 Вт. Такой системы вполне достаточно для повседневного просмотра кино или видео на YouTube. Диалоги слышатся четко и разборчиво. Есть, кстати, и для них специальная настройка. Но стоит сказать, что при просмотре экшн-фильмов не хватает басов. Кроме стереозвука, телевизор оснащен режимом объемные звучания и Dolby Audio. Также для ручной настройки звука имеется эквалайзер. Сейчас послушаем, как звучит телевизор. Подводя итог, хочется отметить общую сбалансированность телевизора. В нем нет чего-то, что намного лучше, чем у конкурентов. Зато все в целом находится в балансе и при такой цене телевизор кажется максимально выгодной покупкой. В общем, если вам нужен хороший телевизор, но не хочется тратить много денег на модели именитых брендов, то можете смело покупать телевизор Harper. А с вами был Техно Ченнел. Спасибо за просмотр обзора до конца и до новых встреч.